Нашвырнем белизну, нашвыряем, нашвыряем, нашвыряем. Когда нашвыряем с лякоть белил, возьмем мастихин и основные пятна, в первую очередь, конечно, фигурку, прямо в штрихуем в эти белила. Она очень вкусненько, мягко войдет, а заодно цветнотики на пановом пятне. Я думаю, что мы будем импровизировать, не будем совсем повторять, у него формат был значительно крупнее. И чтобы у нас это тоже вкусно звучало, может быть у нас будет другое решение пятен. Тоже накидаешь именно в штрихового из белила. Хорошо, что ты сделал себе эту пометку, потому что действительно теперь удобнее будет. Вот мы видим, что здесь тельце не дошло до этой линии, и можно спокойно, с чистой совестью отсечь. Здесь спокойно уточнить. А то, что рыжесть немножко пошла на фоновое пятно, это даже хорошо. Пускай она будет частью среды, а не отдельной. Значит, доуложить вот эти вехи. То есть, опять же, ты можешь поделить и вот здесь, и таким образом доложить. Значит, у нас есть темненькости, например, под ножичкой. Темненькость ножички здесь. Мало вещества можно добавлять. Ну, можно прямо так, штрихом наполнять. Можно пальцы немножко подыгрывать, чтобы вот эти закругленности формировались. вот они, вот они, прямо штришочек, 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 везде, 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 хорошо? Вот эти темности на фигурке, недолго мучаясь, вот так вот прямо взял, и уже у тебя намек на головочку, на ее ягодный характер, то есть, ягодка на свет. У нее есть такое настроение там, ручечка, кисть руки. Если надо, чуть-чуть подтер, нарядники подсунул. Краснотики подсунул. Если надо, белильца взял, отсек. Светиком. Хорошо? Давай так. Начинаю нагонять там всякое всячино у него, и сиреневый, и... и зеленоватый, то есть, насаждай эти цветовые, в том числе. То есть, вот эта часть несколько в тени, вот эта часть несколько на свету. выразить эту разделенность. Здесь чуть светлее. Если, допустим, нужно подсветлить, а уже приходится густой краской работать, подтер. И насадил светлое в подтёртое. То есть, чтобы оно всё-таки моделировалось. Хорошо? Давай так. Вот эту вот вкуснятину разноцветицы, немножко подкладывай вот сюда тоже вот. Вот этот холодочек. Холодноватый. Я уже от себя пять копеек ставлю. Ну, как раз пять копеек есть. То есть, тоже акцентные, акцентные. Здесь акцентик есть, здесь есть, а здесь вот не хватало. Ну, это ты уже поставил. Можешь немножко мастихином подыграть, чтобы попочка выявилась. Чуть-чуть подзбрить красочку. Взять белильце. И вот эту отделенность, рубленность ткани показать. Хорошо? Давай так. Хорошие звуки раздаёшь. Очень хорошая. Очень хорошая лепка идёт. Отлично. Смотрите, прямо светится это место, надо его подсветлить чуть-чуть. Причём, немножко как отдельная мышца светится вот это место. Вот так, вот так, что, именно как отдельная мышца. Количество дошлоists как частично оставилось Ищу и рейтинг. Чди хорошая лепкаzone, тем более злою супер於тознавания. Сначала мы almost all-one из местногоicable tas Вот этот контрастик. Кроме этих жесткостей, жесткость красивая штука, но немножко сбивай кое-где эту жесткость. То есть и останется, и собьется, и останется, и собьется. А то у нас слишком будет... О, смотри, вот так лучше. Согласен? Чтобы дым чередовался с квадратностью. Так. Вытащить ее сюда. Подтереть ляпочкой. Красниночку. Насадить пяточки. Угу. Угу. Замаролки. Ну, сейчас не надоже стирать. Уже ничего не нужно. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Давай в таком ключе. Ага, дай мне тоже немножко поиграть. Конечно, уже вот такие вещи, это лучше сделать кистью. Да красиво, что там ручка есть, пускай она будет. Просто, если бы она у нас не получилось, можно было бы прикрыть, поскольку она у нас симпатично там сидит. Чуть-чуть пальцем адаптирую в среду вот эти укладки. Тоже вот интересный момент. Линия расслабилась, напряжение расслабилось, обострилась. Хотя все это линия касания к фону. Это очень красиво, когда она мигает. То, что ручкой кое-где тает тоже хорошо. Здесь, конечно, очень удачно эта линия сложилась. Хорошую меру соблюдаешь в рисунке. Очень-очень так умненько все. Слушай, ну прямо фигура для тебя стала, настолько ты с ней благополучен. Я очень проговорительный эскизер. Вот если формат на перевозок, можно его на кампу внести? Ну да, да. Технические способы нужно использовать, пока рука не стала. Потому что потом, конечно, это не понадобится. Но просто не надо показывать это. Но и великие тоже делали по клеточкам. И остались даже клеточки от их работы. Так что не пугаемся этого. Чуть-чуть напряжение дал. Одно напряжение, другое, третье. Вот немножко этих... Так, фоновое пятно у нас совсем не тронутое. Хотя оно по-своему прикольное, что оно в два движения наквецено. Может быть и не мучить его. Потому что это красиво. Что оно легко набрано. То есть, ты видишь, я немножко жесткости, немножко пальцем сбил. Чуть-чуть цветовые. Здесь намечки на пальцы обозначишь хорошо. Можно, в принципе, не заниматься вырисовыванием этой работы. Она сложилась. Тоже вот эффект пространства за счет того, что туда воздух зашел. Я бы на той месте сейчас сел и порисовал бы этот узел и вот этот узел. Мне кажется, что можно и в таком состоянии. Продолжение следует... Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...